Всех представителей знака Зодиака Рыбы, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео мы будем выполнять ваш Тароскоп на мае 2020 года. Работать я сегодня буду с двумя колодами. Первая основная колода это True Black Taro. Покажу вам колоду для тех, кто практикует сам, либо интересуется подобными вещами. Обзор данной колоды вы сможете посмотреть у меня на канале, он есть. И вспомогательная колода это Викторианский Ленорман от Taroca Studio. Итак, для тех, кто впервые на моем канале расскажу, как мы с вами будем выстраивать работу. Значит, я сейчас выложу общую атмосферу месяца, а также на картах мы с вами посмотрим основные события, которые должны у вас отыграться в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Пусть карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный период. Инственное, о чем хочу напомнить, что расклад является общим. Он не может однозначно отыграться для каждого из вас, поэтому примите, пожалуйста, этого внимания. Почему? Потому что знак Зодиака у вас один, а асценденты у всех разные. Соответственно, событийный ряд у вас может меняться. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Что у вас ожидает в плане работы? Что у вас ожидает в плане финансов? Здоровья. Личной жизни. И совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца, как вы видите, у вас здесь падает двойка пентаклей. Это, знаете, как вопрос выбора, попытки объять необъятность, совместить что-то с чем-то. Потому что двойка пентаклей – это лавировать. Лавировать между несколькими событиями, возможностями, обязательствами, когда вам нужно будет уметь держать баланс. Что-то ставить на чашу весов, сопоставлять. И, как говорит этот аркан, успевать везде. Это однозначно. Чего конкретно будет касаться, мы сейчас с вами проясним, посмотрим, для какой сферы жизни это будет для вас наиболее актуальная ситуация. Повешенный у нас указывает на ситуацию застоя. Но здесь, смотрите, это балансировать между какими-то событиями, связанными с работами, застой по работе, и обязательствами, которые вас связывают по рукам и ногам. Эти обязательства могут быть как по отношению детей, пожилых родственников, близких. Это могут быть, знаете, как вопросы застоя, которые вы будете пытаться решить при помощи дополнительного заработка. И также это, знаете, как проработка внутренних блоков. Почему? Потому что данная связка карт у нас указывает на колебания, либо внутренние сомнения. Когда вы хотите понять, блин, что вас не устраивает, что происходит не так, как это исправить, что для этого нужно сделать, и какой по факту вы получите результат. Что вас ожидает в плане работы? Колесница. Кстати, я не знаю, по какой причине, очень многим падает на мае месяц эта карта. Возможно, это связано с тем, что для многих это будет удаленная работа. Для кого-то, особенно кто задействован в сфере логистики, то есть грузоперевозки, вопросы доставки, либо кто таксует, либо, в принципе, вы занимаетесь ремонтом автомобилей, либо у вас есть СЗС. И тут для вас, знаете, как работа просто, она посыпется рекой, польется рекой. Вот будут заявки за заявками, соответственно, это у вас будет заработок. Для всех остальных это либо удаленная работа, либо вы будете искать новые возможности, источники заработка на расстоянии. Но давайте смотреть, как же у вас будет отыгрываться данная ситуация, если, например, вы на текущий момент в статусе неработающего пенсионера. То здесь, как нам показывает с вами вот семерка Пентакли, это выжидать. Выжидать ситуацию до лучших времен. К сожалению, поддержки финансовой со стороны государства, либо родственников здесь не будет. Поэтому здесь жить в режиме экономии на те средства, которые у вас остались на текущий момент. Если вы в статусе соискателя, как же для вас будет отыгрываться событий неряд? Для вас старший арканжерец, тем более рядом еще с колесницей, указывает на вопросы стажировки, нового опыта, новых возможностей. Это, в принципе, сама по себе ситуация, когда вам нужно будет в условиях текущего рынка, труда и текущей ситуации проявить свои лучшие рабочие качества. Для чего? Для того, чтобы не только обрести работу, новый опыт, новые знания, но и обрести стабильность. Кстати, еще, как здесь может проигрываться ситуация? Это не только дистанционно обучаться. Это многие дистанционно из вас будут обучать, делиться опытом, проводить онлайн-консультации. Особенно, если вы врач, если вы учитель, коуч, наставник, тренер. Это ваша съездя, и месяц для вас будет очень успешным. Если у вас свой собственный бизнес, это либо самому погружаться в какое-то обучение, либо повышать квалификацию персонала. Плюс однозначно у вас здесь идут перспективы карьерного роста, либо развитие, раскрытие потенциала вашего рабочего. В плане заработка. Смерка кубков. Это получение денег из нескольких источников. Но тут такой момент. Смерка кубков, а также карта расточительства. А вам нужно действительно сейчас здесь подэкономить. Могут быть стоять такие острые вопросы, куда вложить, куда инвестировать, чтобы заработать. Либо как быть с теми, либо иными финансовыми вопросами. Ну, давайте дотянем, посмотрим, как отыграется по факту. Пятерка мечей говорит о том, чтобы вы не занимались расточительством. Почему? Потому что можете действительно здесь финансово потерять. Плюс не вступайте ни в какие финансовые пирамиды. Не вкладывайте деньги. Не занимайте деньги в рамках этого месяца. Потому что все, что нажито непосильным трудом, можете слить. Еще такой момент, как предостережение. Семерка кубков и пятерка мечей. Это когда кто-то вас может вести в заблуждение, в какие-то иллюзии. Элементарно ограбить. Поэтому остерегайтесь мошенников на дорогах. Остерегайтесь каких-то смутных предложений. Вопросов купли-продажи. Может быть и необходимых для вас вещей. Но знаете, с какими-то заманчивыми ценами. Потому что здесь можете больше потерять, нежели приобрести. Об этом вам говорят карты. Так, что у нас здесь с вами в плане здоровья. В плане здоровья у нас Паш Пентапли. Аркан, который указывает на проблемы с почками и надпочечниками. Просьба уделить внимание им. В остальном же карты, которые не говорят о каких-то существенных проблемах. Просто в плане рекомендаций в текущий месяц занимайтесь вопросами иммунизации, закаливания, чтобы у вас было хорошее физическое самочувствие, эмоциональное в том числе. И это поможет вам сакцентировать свое внимание на работе. Ну потому что, кстати, в плане здоровья Паш Пентапли, это еще кого-то может беспокоить, как здоровье и самочувствие ваших деток. Но ваше собственное здесь будет стабильным. В плане личной жизни Туз Пентапли. На самом деле новые возможности, потрясающая карта, которая дает новые перспективы, слить новые перспективы. Играет для вас новыми красками. Вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь. Ну давайте сейчас будем смотреть. Итак, для тех, кто на текущий момент свободен. Рыцарь мечей – это молниеносное появление человека в вашей жизни. Человека может быть очень резкого. Не такого товарища, как вы себе представляли, либо рисовали портрет. Если смотрит здесь мужчина, то это ваши какие-то молниеносные действия. Причем вы сами будете шокированы тем, почему в рыбе ничего в ней такого нет. Вот чем-то цепляет. Потому что новый шанс, новая возможность, новые перспективы. Для многих это может быть знакомство на расстоянии. И зацепить человек вас именно интеллектом, своей подачей, ходом мыслей, будете схожи с ним ментально. Для тех же, у кого вопрос качели обратных, образных отношений, то есть любовные треугольники, четырехугольники. Здесь карты говорят о том, что вы будете рвать, либо рушить текущие любовные связи на стороне. Почему? Либо у вас будет здесь новое увлечение, это первый момент. Либо вы захотите укрепить давние связи, которые у вас были. Поэтому здесь это, знаете, как, либо дать второй шанс, там, супругу, супруге, да, с ними развивать. Либо новая связь, новое увлечение, соответственно, вы отказываетесь от тех отношений на стороне, которые у вас есть на данный момент. И как будет развиваться ситуация у тех, у кого стабильные семейные связи? А у вас здесь все прекрасно. Карта императора. Укрепление взаимоотношений, стабильные взаимоотношения. Это акцент совместно на новых проектах, на укреплении связи, на каких-то финансовых вложениях, крупных покупках. Кто-то, кстати, может здесь быть финансово зависим от партнера, об этом говорит карта. Но в плане вашей личной жизни у вас все стабильно, все ровно, все хорошо. Это самое главное. И как карта совет, у вас здесь ложится королева жезлов. Аркан, который указывает на очень мощную, очень сильную энергетику. Карта, которая показывает на то, что у вас будет такой вот прилив сил, мощный поток энергии, хорошее самочувствие и, в принципе, знаете, как желание жить, творить и сворачивать горы. То есть не это ли самое главное, особенно в условиях текущей изоляции. Поэтому, на самом деле, если проанализируем с вами месяц знаковый, вот, видите, здесь в плане работы, я бы обратила внимание еще на личную жизнь. Потому что вот придется балансировать между личной жизнью и какими-то новыми возможностями. Ну, давайте с вами посмотрим на неожиданность данного периода. Что у вас здесь ожидает, к чему вам здесь готовится. Веса, корабль, сердце. Здесь письмо. Либо это знакомство на расстоянии, новое увлечение. Причем для вас человек будет, знаете, здесь как темная лошадка. Потому что вы понимаете, что, знаете, как подруга, либо товарищ сам себе на уме. Это однозначно. Либо, это как известить вашего партнера, либо партнершу о том, что, если вы в любовных треугольниках, что вы входите в новую связь. У вас новая добыча. Новое увлечение, новая страсть, новые возможности. Для тех, кого вопросы личной жизни не интересуют, либо не актуальны, это искать для себя выгоду. Новое какое-то дело, это как сорвать куш. Повторюсь, видите, либо вопросы здесь логистики, то есть доставка, грузоперевозки, чего-либо. Либо предложение, ну, как, нового перечня услуг, товаров, работа через интернет. Вот об этом вам здесь говорят карты. Вот таким для вас вышел месяц. Я буду очень вам признательна, если вы по прошествии времени напишите, как для вас отыгралась, либо не отыгралась данная ситуация. Для меня очень значима ваша обратная связь. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои текстовые, либо голосовые сообщения на Viber или на WhatsApp. Мой админ Анастасия ответит на все ваши вопросы. Но я же искренне вам желаю благополучного месяца, радости, красок, благополучия, здоровья, финансов, любви. Пусть у вас все состоится, и месяц будет очень ярким, стабильным и насыщенным. До новых встреч!